Добрый вечер. О событиях в городе и за его пределами в программе Вести Магнитогорск. Студия Анастасия Шменева сегодня в выпуске. Проблемы с Дужком или как избежать катастрофы в Агаповском районе сточные воды сливаются в приток Урала. Все для масштабного проекта, все для наивысшего качества. ЧТПЗ начал поставку труб из магнитогорского металла для строительства газопровода в Китай. Глава государства объединил один детский лагерь и один язык. Карагайку преподавать английский. Приехали волонтеры из Египта и Индии. Об этих и других событиях подробнее. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. Сегодня днем с четвертого этажа дома на улице Рубинштейна выпал двухлетний ребенок. Пластиковое окно было открыто и малыш скорее всего облокотился на москитную сетку, которая не выдержала даже небольшого веса. Работники скорой помощи констатировали многочисленные переломы, в том числе и основание черепа. Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося, как сообщили в полиции за последние несколько лет. Это первая подобная трагедия. К другим темам. Почти 300 кубометров сточных вод в сутки сейчас попадает в речку Сухую приток Урала. В ноябре прошлого года на одной из насосных, где монтировали перекачивающее оборудование, всю зиму подстанция работала как отстойника. Когда все растаяло, нечистоты хлынули в реку. Андрей Подольский продолжит тему. Нина Желенкова живет на улице Известниковой более 30 лет. На левой стороне дома с центральной канализацией, на правой с выгребными ямами. Как только растаял снег, домовладельцы стали задыхаться. Сточные воды даже образовали небольшое болотце. Ну, конечно, неприятно. Ну, сами подумайте, какой запах будет. Когда вот вылит, зимой-то не чувствительно, а вот летом-то чувствительно. Эту хосфекальную насосную передали на баланс коммунальщиков Агаповки три месяца назад. Бывшие собственники демонтировали все оборудование. Сегодня возле подстанции многолюдно все время подъезжают машины и выкачивают переполненные колодцы. С помощью небольшого глубинного насоса стараются осушить машинный зал, чтобы установить специальное оборудование. Почти 60 тысяч рублей пришлось истратить на новый насос. Сегодня мы планируем закончить. Насос готов. Двигатель готов. Все. По электрике тоже все готово. Сегодня откачаем, поставим насос и запустим. Коммунальщики говорят, что раньше эту работу невозможно было сделать. Не хватало средств на приобретение оборудования. Этот фекальный ручеек стекает в сухую речку, а потом попадает в Урал. А выше по течению находятся любебережные очистные сооружения. Они обрабатывают в сутки до 20 тысяч кубометров воды. Ежегодно в развитии очистных город вкладывает десятки миллионов рублей. Пройдя комплекс вода, попадает в реку практически чистой. Сейчас сухая многоводная. Она впадает в Урал ниже заводского пруда за пределами городских пляжей. Если бы не было аварийных сбросов из Агаповки, остались бы нетронутыми и Облязовские луга. А сейчас редко кто рискнет ловить здесь рыбу или купаться. В поселковом совете пообещали взять ситуацию под контроль. Уже на следующей неделе должны прекратиться сбросы. А вместе с ними исчезнет и неприятный запах. Андрей Подольский, Дмитрий Титов. Вести Магнитогорск. Из Агаповского района. Сила Урала, сила Сибири. Челябинский трубопрокатный завод примет участие в масштабном проекте «Газпрома». Сегодня на ЧТПЗ отгрузили первую партию труб для строительства газопровода из Сибири в Китай. Всего этим летом планируют поставить больше 30 тысяч тонн. Напомним, один из основных поставщиков металла на предприятие – Магнитогорский комбинат. Инвестиции в несколько десятков миллиардов долларов и тысячи километров труб. Проект «Сила Сибири» станет крупнейшей стройкой в мире на ближайшие несколько лет. Проект очень сложный. Он пойдет в болотистые, сейсмо-сейсмические, низкотемпературные зоны. Поэтому большая ответственность и качество этих труб. Но мы готовы сегодня и по металлу, и по трубе полностью участвовать. Трубы диаметром 1420 миллиметров, способные выдержать давление до 100 атмосфер и прослужить в сложных климатических условиях как минимум полвека. Чтобы стать участниками проекта компании «Газпром Сила Сибири», ЧТПЗ и ММК должны были пройти федеральную аттестацию. Результат – продукция соответствует самым высоким требованиям к качеству металла и труб. «У нас есть рабочая группа, которая ежемесячно, два раза в месяц собирается и на нашем предприятии, и на предприятии ЧТПЗ, где мы решаем все вопросы качества». Отгрузку первых труб для мегапроекта контролирует Василий Фадеев. Исторический момент не только для южноуральской белой металлургии, но и для самого металлурга. Это будет не просто поставка газа из России в Китай. «Сила Сибири» – проект важный для мировой экономики и геополитики. Первый золотой стык газопровода должны сварить уже в начале июля. Всего цех высота 239 ЧТПЗ планирует поставить для «Газпрома» больше 30 тысяч тонн продукции с идеальными характеристиками. Аграрии Юга области опасаются очередного засушливого лета. Общие затраты на пассивную кампанию в Бридинском, Агаповском и Кизельских районах составили почти полтора миллиарда рублей. В Агаповском районе яровыми культурами засеяно почти 113 тысяч гектаров, из них зерновыми 81 тысяча. «Работы завершены, выполнены с хорошим качеством. Однако озабоченность сегодня вызывает ситуация с погодой. Все-таки за май месяц и вот 10 дней июня практически осадки не выпали. Повышенный температурный фон, температура на 5 градусов выше среднем многолетних данных. Ждем дождя. Если дожди в ближайшие 10 дней не пройдут, то повторится сценарий прошлого года». Осенью прошлого года в Агаповском районе из-за засухи пришлось списать урожай более чем на 70 тысячах гектар. Потери хлеборобов составили полмиллиона рублей. Однако овощами в нынешнем году, обещают фирмеры Магнитогорска, будут жители полностью обеспечены. Во всех хозяйствах работают поливные установки. В эфире «Вести Магнитогорск». Продолжаем программу. Первая медаль за 25 лет. Сегодня чествовали воинов-героев Афганистана. В этом году четверть века. С момента вывода советских войск к этой дате Министерство обороны подготовило ведомственные медали. В Магнитогорске их получат более 900 человек. Сегодня в город пришла небольшая партия первыми. Наградили тех, кто в войне потерял здоровье. Среди них и Владимир Коновалов, инвалид первой группы. Говорит, среди его сослуживцев было немало погибших и людей, которых война искалечила. Сегодня говорили о том, что долгие годы войну в Афганистане называли напрасной. Многие сейчас с этим не согласны. Познается сравнение. Американцы ввели войска, 10 лет воюют. В 40 раз увеличилось потребление наркотиков, выращивание наркотиков. Сейчас везде говорят о том, что сейчас этот транзитом войдет в Россию. И здесь уже наши дети погибают. Напомню, из Афганистана не вернулись 16 магнитогорских солдат. Всего же наша страна потеряла 15 тысяч человек. К другим темам. В Челябинске наградили участников и победителей конкурса молодежных инициатив «Если бы я был». Школьникам и студентам предложили представить себя директором, депутатом, мэром и даже губернатором. С идеями школьников ознакомились эксперты, в том числе и Борис Дубровский. История этого конкурса началась весной. В конце апреля челябинские студенты услышали стратегию развития области Бориса Дубровского. Больше всего их заинтересовало то, что акцент в послании был сделан на человека. Инициативная группа во главе с председателем правкома крупного вуза Ольгой Олейниковой решили создать единую базу, куда можно собирать проекты, придуманные молодежью. Идеи, которые лежат на поверхности, но их не всегда замечают взрослые, готовы озвучить школьники и студенты. На конкурс учащиеся от 7 до 25 лет прислали 3000 работ. Участников разделили по пяти номинациям. Если бы я был предпринимателем, директором, депутатом, мэром, губернатором. На слайде показан химический состав, стали марки 96 и требования, предъявляемые заказчиком в качестве металлопроката. Студент из Златоуста Глеб Рыбкин представил себя в роли директора Златоустовского медзавода и разработал целую программу по выводу предприятия из кризиса. Предлагаю замену старого физически и морально устаревшего оборудования на новое автоматизированное оборудование. Ставку на инициативу обозначил своей стратегией Дубровский. Опытный топ-менеджер прислушивается к мнению со стороны, которое может быть нестандартным, но эффективным. Действительно, реально есть полезные, практические предложения, которые имеют смысл посмотреть детально правительству. Мне здесь понятно, что если мы сейчас это просто, так сказать, вот так на этом и завершим, то масса всяких предложений просто утонет. То есть нам надо сделать какой-то такой коммуникационный такой портал, который бы это нам позволило сделать. На уровне площадки, правительство представлено, сядете, поговорите. Эти школьники и студенты рассуждают о том, как модернизировать заводы и о том, как сделать родной край богатым культурным центром Урала. Среди предложений, которые уже практически готовы к реализации, создание аквазон на территории пляжей, это своеобразные островки для развлечения и творчества на свежем воздухе. Дети мечтают общаться со сверстниками в детском многофункциональном центре. Его создание тоже одна из детских инициатив. Конкурс «Если бы я был» с его впечатляющим стартом Борис Дубровский предложил сделать ежегодным. Оказалось, ценных советов и проектов у южноуральской молодежи хватит на много конкурсов вперед. Ольга Наваева, Константин Дедков, Евгений Януров и Вячеслав Коровкин. Вести Южный Урал. А в Магнитогорске подвели итоги конкурса рисунков «Здоровье рядом». За призы боролись более 60 учащихся 53-й гимназии. В финал вышли меньше половины. О здоровом подходе к жизни в работах маленьких художников наш корреспондент. В этом зале лучшие из лучших, а точнее самые творческие. Большинство из этих маленьких Воснецовых и Репинах уже с красками на «ты». В художественной студии Владислав Серов занимается 4 года и делает успехи. Его рисунки жюри отметила особо. Я нарисовал мальчика, который прыгает по лужам, когда идет дождь. Он закаляется. И еще я нарисовал мальчика, который рыбачит. Ребята говорят в этих рисунках о том, что нужно активно работать над своим здоровьем, употреблять витамины. Они исследовали в своих работах и пагубное влияние привычек, вредных привычек. Поэтому этот конкурс мы считаем очень важным. Инициатором такого полезного состязания стала сеть аптек «Классика». Поддержка проектов, которые касаются развития детского спорта, творчества, образования и тем более здоровья – одно из приоритетных направлений в работе социально ориентированной классики. Этот конкурс, конечно же, в первую очередь был направлен на то, чтобы развить творческие способности ребенка. Но и в то же время, в детских лет, попробовать сделать так, чтобы ребенок задумался о здоровом образе жизни. На такой призыв в 53-й гимназии откликнулись все, начиная с первоклашек и заканчивая выпускниками. Школьникам эта тема не просто близка. Здоровое воспитание – это часть учебного процесса. Поэтому, что надо делать, чтобы быть здоровым, детвора знают. Надо спортом заниматься и есть помоешь овощей и фруктов тоже, потому что в них очень много витаминов. В итоге, более чем из полусотни рисунков жюри остановило свой взгляд на 23 самых ярких и соответствующих теме. Все авторы получили награды от сети «Аптек Классика». Констовары и сувениры достались и победителям, и лучшим в номинациях – за оригинальность, технику исполнения и красочность. Такая заинтересованность и вдумчивый подход к теме радует, отмечает депутат законодательного собрания Лена Колесникова. Значит, первый шаг на пути к здоровью школьниками сделан. Ольга Беличенко, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. В загородном комплексе отдыха Карагайске стартовала необычная смена. В течение трех недель почти 600 детей из Магнитогорской, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа получат возможность не только отдохнуть, но и усовершенствовать свои навыки владения иностранными языками и развить творческие способности. Там, где стартовали дельфийские игры, побывал Игорь Балонин. Не пять отрядов, а большая пятерка вымышленных стран. Каждый из подданных от президента до рядового гражданина почти в совершенстве владеет английским. Не просто говорит, а даже думает на языке Шекспира. Ежегодно Карагайский бор превращается в территорию безнациональных и культурных границ, а также предрассудков, настоящую страну парадоксов. Здесь, говорят, все флаги в гости будут к нам вне зависимости от международной политической обстановки. Помощь профессиональные преподаватели. Не только занятия, но даже футбольные матчи и дискотеки проходят на иностранном языке. Плюс еще иностранцы из других стран, которые просто не разговаривают по-русски, чтобы у детей уже вынужденно возникала необходимость разговаривать на английском языке, активировать тот словарный запас, преодолевать барьер языковой. Великобритания, Индия, Египет, Турция, Австралия. Риши просто счастлив поработать с детьми, а заодно и отдохнуть. В его родном штате на юге Индии сейчас 50 градусов в тени. У нас в Индии нет таких лагерей. Здесь все очень рады такой возможности. Тут прекрасные преподаватели, очень гостеприимные люди. Я по-настоящему полюбил Россию. Впечатлений много. Лагерь изумительный. Природа, свежий воздух. Прям вообще обалденно. Честно, да, в лагере вообще классно. Тут атмосфера, вот это главное. Большинство детей уже хочет вернуться сюда в следующем году. Игорь Болонин, Кирилл Горин. Вести Магнитогорск из Верхнеуральского района. По родному городу, как в первый раз, сотрудники Краеведческого музея провели для воспитанников детского дома номер один экскурсию по памятным местам Магнитогорска. Вместе с детьми окунулась в историю и наша съемочная группа. Весть о том, что сегодня они поедут на экскурсию, привела ребят в восторг. Покататься по городу и услышать что-то новое для детворы – настоящий праздник. Городские пейзажи, которые мы видим каждый день, некоторым малышам в новинку. Тыл фронту, конечно, впечатлил. А вот Слава была здесь не раз – с мамой. Вон комбинат, на котором работала мама. А там пляж, куда они ходили вместе. Вот сюда вот купаться на пляж. А давно? Да, это давно еще было, когда мне пять лет было. А вот первая палатка особого впечатления сначала не произвела. Какие там первостроители, когда рядом работают настоящие дорожные строители. Зато памятник паровозу сразу привлек внимание детей. Даже покататься захотелось. Станицу магнитную, чтобы построить наш город. Это теперь памятник. Он не может теперь работать. А почему? Да потому, что его поставили на постамент, и уже там нет ни топлива, ничего. Интерес у них есть, но так как они маленькие, они быстро отвлекаются. И экскурсовод должен моментально уловить мысль, что ему сейчас интересно, и не забыть, о чем он продолжал говорить, чтобы все-таки ребенка вернуть к объекту и рассказать, чтобы ребенок запомнил. Вся экскурсия чуть больше часа, но впечатления переполняют. Влад говорит, что больше всего ему запомнился меч. Солдат держал и передавал другому, своему другу. А ты не знаешь, зачем он его передавал? Потому что нужно делиться и передавать друзья, другу своему. Пора возвращаться домой. Ребята ничуть не устали. Говорят, еще бы съездить на левый берег, побывать на смотровой площадке, а кому-то хотелось просто покататься по городу. Организаторы пообещали учесть все пожелания. Юлия Черешнева, Евгений Грузев, Вести, Магнитогорск. Прогноз погоды завершит программа. В связи с проведением чемпионата мира по футболу возможны изменения в программе нашего канала. Следите за эфиром и до встречи на телеканале Россия. Завтра в праздничный день синоптики обещают. В Вершемпенуазе ночью до 16 градусов тепла, днем 25-27 выше нуля. В Изельском районе ночью столбик термометра поднимется до 14 градусов, днем воздух прогреется до 27. В Верхнеуральске ночью 13-15 выше нуля, днем до 24 со знаком В Новообзаково ночью до 15 градусов, тепло днем до 23. В Магнитогорске ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь ночью до 15 градусов, тепло днем плюс 24-26. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова